Меня зовут Илона, я работаю в компании IPAM. Мы занимаемся разработкой больших сложных систем, и информационная архитектура в них играет важную роль, хотя, в принципе, она играет важную роль во всех IT-продуктах, и не только. Вот сегодня мы будем говорить конкретнее, поговорим о том, для чего информационная архитектура вообще дизайнеру, и кто ее делает, если не дизайнер. Ребята, пожалуйста, если можно, скажите, кто здесь дизайнер? Вот, я, например, дизайнер. Отлично. Много среди нас дизайнеров. И часто очень бывает такое, особенно поначалу, когда начинаешь работать дизайнер, что ты вот вроде бы... Так, я к этому вернусь. Вроде бы тебе пришла задача, да, ты такой, значит, сейчас вот творчество начну, буду делать, а как бы текст, там структура, мне кто-нибудь другой принесет, аналитик, заказчик. Вот, сегодня разберемся с тем, как это на самом деле работает. В общем, будем говорить о том, что такое информационная архитектура в целом, и в этом разделе, возможно, вам покажется, что я говорю, удивиальные вещи, ну, в общем-то, это так и будет. Но давайте еще раз пообщим все, что мы знаем, или узнаем, может быть, даже что-то новое о информационной архитектуре. Поговорим о том, из чего эта архитектура состоит, и, в общем-то, кто ее делает, и как. Итак, я расскажу на своем примере небольшой такой кейс, как в моем личном опыте вписалась архитектура в создание сайта. В общем-то, о чем я и говорила вначале, да, приходит из-за нее задача, и он начинает творить. И вот эта прямая линия, она, в общем-то, как мы все знаем, не особо-то и прямая. И как происходит вот это колдовство, посмотрим сегодня и определим, и чего, и зачем в этом во всем, в этой магии нужна архитектура. Прежде чем начать, кто был в Икее? Ну, все почти были в Икее, я тоже была в Икее. А кому нравится в Икее? Ну, большей части. Это замечательно. Давайте подумаем, почему нам нравится в Икее. Любые варианты, вы можете творить. Ну, давайте, ребята, предположим. Подсказывают, куда идти. Подсказывают, куда идти, отлично. Может быть, еще что-то? Хорошая джиперизация. Классно, здорово, смотрите. Вот. То, что вы говорите, это, в общем-то, имеет косвенное отношение к архитектуре. Икея за нас подумала, что нам нужно. Они определили категории. Типа, вот эта мебель на кухню, это в спальню, это туда. И проложили между этими категориями путь. Он в Икее так и называется, естественно, длинный путь покупателя. В котором вам вообще никто не мешает, консультанты за вами не ходят, и вы можете посмотреть, потрогать. Вот. Есть люди, которые не любят Икею, потому что это люди другого типа. Они хотят посмотреть вообще все. Они приходят в магазин и смотрят все стулья, какие есть. А Икея вроде как их распределила. И в этом случае она не работает. Но для большинства людей такой вариант удобен. И поэтому, в общем-то, людям нравится Икея. И у них хорошая и продуманная информационная архитектура их магазинов. И информационную архитектуру можно спроецировать на строительство домов. Когда есть обычный дом, да, вот 9-этаж, стандартный, панельный, ее делают по типовому плану. Этот план сто раз проверен, эти дома строились в десятки раз, они долговечны, они будут работать, они будут люди жить. Но что, если можно построить какой-то уникальный архитектурный шедевр? В этом случае зовется архитектор, который придумывает индивидуальный план, учитывает все риски, какие-то ограничения, может быть, средства, может быть, земля какая-то или такая. Он решает, как будет выглядеть дом, если вдруг его захотят перестроить или расширить. И в этом случае проект индивидуальный. То же самое происходит и в Digital. Каждый наш проект, в общем-то, индивидуальный. Но иногда используют типовые решения, например, для сложных каких-нибудь управляющих систем, берут стандартную тему, где-нибудь ее покупают и пытаются применить в свой бизнес. И вот это скриншот из инструкции. То есть у системы есть инструкция, и без инструкции сотрудники не могут ее пользоваться. Это говорит о том, что в какой-то момент нужды пользователей и потребности бизнеса переросли этот шаблон. И все начало, в общем-то, сыпаться, и фундамент поехал, и все здание как бы вот развалилось, и пришлось писать инструкции о том, как системой пользоваться. И, в общем-то, все это ведет нас к той проблеме, что информационную архитектуру не продумывают или продумывают не до конца, не уделяют удобное внимание. И, в общем и целом, это такой способ информации, организации информации и предоставления пользователю способов в этой информации ориентироваться, быстро находить ее. И, в общем-то, проектируя архитектуру, мы проектируем информационное пространство всего продукта и проектируем его так, чтобы в будущем всем было хорошо. В общем и целом, нужно помнить две вещи, что вы создаете ресурс таким, чтобы им было легко пользоваться, и чтобы в нем было легко найти нужную информацию. Какие задачи стоят перед архитектором или тем, кто делает информационную архитектуру? Это организовать, ясно объяснить, то есть назвать объекты и предоставить к нему доступ. Это, пожалуй, самый важный слайд в моей лекции. Поэтому, проектируя архитектуру, нужно помнить, что вам нужно организовать информацию, ее правильно назвать и предоставить пользователю к ней доступ. Как это делать? Сейчас посмотрим. Это краткий вывод по тому, о чем мы сейчас поговорили, чтобы перейти далее. Я делаю краткие выводы по куску. Организовать, понятно, писать, предоставить доступ. Идем дальше. Что влияет на информационную архитектуру и с чего начать, когда вы работаете над новым проектом? Ну, или, может быть, переделываете существующим. Есть три важных сферы влияния на информационную архитектуру и на ресурс в целом. Это пользователи, контекст и контент. Поехали. В общем-то, начнем с первого. Это контекст. Контекст – это история про бизнес. Когда вы начинаете разрабатывать или переделывать какой-то продукт, вам нужно определить, для чего этот продукт и почему он заказывается. К вам приходит заказчик и говорит, сделаем это классно. Какой первый вопрос вы зададите такому клиенту? Ваш вариант. Зачем? Самый важный вопрос – зачем вам это классно? Когда мы задаем такой вопрос, мы можем докопаться до самых глубоких болей клиента, узнать его в бизнесе больше. И, в общем и целом, все, что нужно узнать о контексте, можно сделать при помощи исследований в полях. Мы все о них знаем, да? То есть это общение со стейкхолдерами, с клиентами, какие-то глубинные интервью. Все эти методики всем известны. Но, в общем и целом, мы узнаем про контекст. После этого можно перейти к изучению контента. Даже если у вас еще нет ресурса, вам нужно понять, что вы будете предоставлять пользователю, какую информацию. Важные поинты – это то, из чего информация состоит, какая у нее структура и какие в ней названия, какой у нее язык. Все это можно узнать путем инвентаризации, если ресурс есть, изучение какой-то инфраструктуры всего предприятия, или бизнеса, или задач, которые решают этот проект. В общем, анализ. Методики тоже все изюлик, совсем известные. Типа карточная сортировка, например, или инженеринг – тоже интересный метод. Важный поинт еще один – это то, с какой скоростью меняются данные. Нам это важно знать, чтобы в будущем наш ресурс не поехал, фундамент не просил, и не нужно было писать инструкции. И последний, но не по важности, компонент влияния на информационную архитектуру – это пользователи. Мы помним, что пользователи – это люди, это наша основная задача, как дизайнеров, как ювеликеров, обеспечить людям удобство и комфорт. Нам нужно узнать, какая информация людям действительно нужна, из всего обилия той информации, которую хочет предоставить бизнес или клиенту, как пользователи будут ее применять, и какой у них уже бэкграунд есть, какой опыт. Как это делается? Интервью, опросами, наблюдениями, общениями с тем, кто будет этим пользоваться. У всех пользователей, как мы знаем, есть ментальные модели. Это их представление о мире и ожидание от того, как то или иное работает. Как работает чайник, как работает любой прибор, сайт или даже какое-то огромное издание, как оно устроено. То, что люди представляют, не всегда в действительности совпадает с тем, как это работает. Например, представьте сейчас, что вы покупаете товары в их магазине. Вот все, что вы сейчас представили – это ваши ментальные модели. Вероятно, они не совпадают, эти представления и модели. И нельзя в общем и целом попасть в модель каждого человека, но можно сделать какое-то усредненное решение, которое будет в той или иной степени совпадать с ментальными моделями людей. И ментальные модели тоже важно учитывать при создании информационной архитектуры, опять же изучая наших пользователей. Какие существуют информационные потребности у людей? Посмотрим на примере рыбаков. Первый рыбак – это парень с уточкой. Ему интересен только самый лучший карась в озере, больше никакие его не волны. Он выкидывает все, что поймал, кроме вот этой лучшей рыбы. Такие пользователи наших систем обычно ищут что-то конкретное, что-то одно. С другой стороны, есть ловцы омаров. У них есть сеть, в которой они ловят омаров, но омаров любых. Но все остальное брикей тоже не волнует, только омары. Это пользователи, которым интересно несколько хороших результатов, но не все. И есть вот, я не знаю, вам видно? Я их не отойти. И есть парни с сетями, которые ловят вообще все. Это, как правило, посетители магазинов или каких-то журналистов таких форматов, где люди просто приходят, читают новости или смотрят товары. Им интересно посмотреть все. И в общем и целом, мы сейчас поговорили о том, какие три области влияют на информационную архитектуру. И сейчас поговорим о том, из чего информационная архитектура состоит. Помимо того, что у нее есть три сферы влияния, которые приходят к нам из реальной жизни, о которых нужно помнить, есть еще внутренний элемент информационной архитектуры. Это непосредственно то, из чего состоит сайт, ну или ресурс. Это организация информации, название и навигация, ну и еще поиск, как часть навигации. Эти пункты перекликаются с задачами информационной архитектуры организовать, правильно назвать и предоставить доступ к информации. Первый пункт — это организация. Ну, понятно, да, это структура информации. Какие есть блоки, как они между собой связаны, какая тут иерархия. Слово в том, что информацию можно организовать по-разному. И тут опять встревают пользователи, их ментальные модели, встревают бизнес и его представление о прекрасном. И, в общем-то, все это нужно как-то учитывать, и это достаточно сложно. Существует следующая схема организации, да, это те правила, которые вы можете использовать, попробовать применить при создании структуры организации вашей системы. Ну вот, например, здесь алфавитная, да, иерархия на ресурсе. Это бывает удобная библиотечная система, как пример. Бывает деление на аудитории. Так, нет, это не аудитория, это задача. То есть деление по задачам, да, то есть выбрать карту, можете заработать, что-то сделать. Это те ресурсы, которые предоставляют правила услуги. Ресурги разные, и, в общем-то, человек, когда приходит на ресурсы, он говорит, я хочу вот это сделать, и где? И вот ему ответ. Бывают гибридные схемы, когда половину навигации могут поделить по группам, половину по задачам. Здесь нужно учитывать потребности, в первую очередь, пользователей, и, во вторую очередь, то, что хочет бизнес. И иногда получаются, чаще всего, получаются гибридные схемы. Но помните о том, что есть группы, хорошо, и организуя информацию, лучше всего делать это по схеме, как вы ее. Следующий важный поинт – это именование. Имена – это тот язык, который вы используете в системе. Допустим, для вашего клиента, для бизнеса, определенные термины, они в порядке вещей. Они используются в компании, это все понятно всем. Но если их делают внешний ресурс, обычному человеку такие термины понятны не всегда. Это нужно учитывать, об этом нужно помнить, давая заголовки. Даже если вам их предоставил клиент, нужно их анализировать, и иногда возвращаться к клиенту, и говорить, что, знаете, это не будет понятно. Ну, вот это пример именования, совершенно обычный, который все мы знаем, всем нам понятен. И здесь есть термин «Моя страница». Мы понимаем, что это ваша собственная информация. Есть новости и прочее. И, читая эти заголовки, мы можем себе представить, что содержит каждый раздел. И это хорошо. Вот несколько правил, которые важно использовать, когда вы придумываете название. Говорите на языке пользователя, а не клиента, как мы уже говорили. Нельзя называть одни и те же понятия разными словами в разных местах. Это приводит, естественно, к пытанице. Главное, чтобы заголовок был понятным. Если вы можете уложиться в два слова, укладывайте в два слова. Не обязательно писать длинное название. И для того, чтобы лишний раз намекнуть пользователю, что он не очень умный, и мы ему вот сейчас все разъем. Ну и да, и верно это предать за заголовок, это очевидно. В общем, говорите языке пользователя. Мне очень нравится этот скриншот. Я не знаю, может быть, это не очень корректно, но я его покажу. Это скриншот одного из приложений, в котором названия пунктов, пока ты не разберешься, они непонятные. Вот, ребята, ну активность мы видим, да, как пришло это такое? Как вы думаете, что такое финансы в этом приложении? Вот. Нам сложно понять даже, что это за приложение. Это банковское приложение. И есть раздел финансы, в котором на минуту шпоу. Даже не кредиты. Там еще разок мои расходы. Потому что в активности мне этого было недостаточно. Есть подписки в банковском клиенте. Как вам такое? Вот, можно подписаться. Еще есть любимая. Любимая. Варианты насчет любимого. Есть идеи? Да. Да, мне кажется, вы пользуетесь. Да, действительно, эта функция есть. Она, правда, очень полезная. Что-то вы когда один раз перевод сделали, чтобы его сохранить, повторить. Называть его любимой, рисовать ему сердечком. Ну, не знаю, мне не очень нравится переводить деньги за коммунальные услуги. Я не люблю. Вот. В общем, конфет. Может быть, кто-нибудь? Бонус. Бонус, а еще? Ну, это на самом деле предложение о кредитах от банка. Говорите на языке пользователя. Извините, а как банк называют? Нет. Ну, нет. Да, там есть ссылка. Если что, вы можете пройти, скачать приложение. Банк замечательный. Никаких нареканий вообще. Но название не очень. Следующий компонент, который мы приведем, информационная архитектура, это навигация. Предоставление доступа к информации, это важно. Даже если у вас все красиво разложено и понятно названо, если человек не может это найти, ну, все, дом сломался снова. Про навигацию поговорим горят жизни. Хороший пример вот это. Пример навигации в Японии. Эта штука используется в больнице, очевидно. И она заняла какое-то призовое место в одном из архитектурных вот этих вот конкурсов. И ей дали премию за то, что это максимально удобно для японцев. Здесь учтено то, что это, во-первых, японцы, во-вторых, их отношение к цветам, и, в-третьих, то, что это больница, и она для пожилых. Тут прям разметка на полу, она очень крупная. И людям с плохим зрением, или, там, просто, к сожалению, легко ориентироваться в том, куда идти. А вот это навигация в Домодедово. Я не знаю, может быть, кто часто летает в Домодедово, ему, как бы, нормально уже. Но когда я первый раз туда прилетела, я вообще не поняла, во-первых, где я нахожусь. А во-вторых, как на свой сектор найти, куда мне выйти, где мой самолет. Здесь вся навигация на одной, как бы, на одной панели. Используется куча иконок, некоторые из них мелкие, а так как табло висит в трех метрах надо мной и далеко. Я со своим не очень хорошим зрением вообще ничего не увидела. И здесь, в общем-то, используются разные цвета. И каково значение этих разных цветов, я не знаю, может быть, если вы знаете, я буду рада. Информация такой. Вот здесь сложно. А учитывая то, что это аэропорт, и я, например, могу опаздывать на самолет, стоять пять минут и разбираться, я могу опоздать на свой рейс. Что такое навигация в Digital? Навигация – это, в общем-то, способ перехода от одной группы информации до другой. И важные вопросы, которые задают себе пользователи, глядя на навигацию, это где я, что вокруг меня, и что конкретно там, где я нахожусь. Если пользователь на ресурсе не находит ответа на одни из этих вопросов, начинаются проблемы. Очень известный сайт, да, Amazon, крупный. Заходя в него, теряешься в первый момент, потому что много всего. Но на самом деле структура очень проста. Есть глобальная навигация – это куда я могу попасть. Есть локальная навигация, что вокруг меня. Есть контекстная навигация, что есть рядом с мной, на этой странице. Следующий компонент – это поиск. Поиск – это часть навигации, и он нужен, конечно, не всегда. И первый вопрос, который нужно себе задать, нужен ли он вообще? Ответить на этот вопрос помогают другие вопросы. Достаточно ли велик объем того, что нужно искать? Достаточно ли ресурсов? Хороша ли навигация? Покрывает ли она все новые пользователи? Для чего вообще этот поиск нужно на сайт? И можно ли без него обойтись? Как это проверить? Нарисовать без поиска и пойти к пользователям протестировать. Если вы все-таки решили, что поиск нужен, то нужно определиться, во-первых, что это такое. Это извлечение информации, минуя навигацию, прям поверх всего. И мы помним о том, что поиск должен быть эффективен. Что такое эффективность? Кто может рассказать? Результативность. И что? Машение ребенка. Я слышу какой-то научный ответ из задних рядов. На самом деле, да, вы правы. Это соотношение затраченных усилий к полученному результату. Если вы затрачиваете неумерное количество усилий для того, чтобы что-то найти, и вы только получаете что-то приблизительно похожее на поиск, на то, что вы издаете, это не очень эффективно. И как сделать поиск эффективным? Прежде чем об этом поговорить, я покажу один известный сайт театра, в котором вот такой поиск. Заходя на сайт театра, что мы можем искать? Какие-то постановки или билеты. А вот так работает поиск на этом сайте. Мне было сложно. Конечно, это тоже метод. Конечно, он тоже может выдавать какие-то похожие результаты, но он неэффективен. Как сделать поиск эффективным? Нужно разграничить зоны поиска. То есть, зная структуру нашей информации, то, что мы выделили какие-то группы, их как-то назвали, соответственно, именно по ним и происходит поиск. Вот так, например, организовывать поиск на следственном сайте. По разделам обычный поиск по магазину, по разделам. Все это нам привычно и понятно. Нам кажется, что так и задумано. И это хорошо, это значит, что ресурс сделан правильно и соответствует нашим ожиданиям, нашим ментальным моделям. Ну, в общем-то, это предполагаемые зоны поиска, но их может быть гораздо больше, это зависит от ресурса. Не обязательно напрямую давать людям эти разделы. Вы говорите, что вот тут есть такой раздел, тут вот такой, и пойди поищи в одном и дне. Можно подсказать пользователю. Мне нравятся эти услуги, не знаю, они удобные. Именно потому, что есть вот этот поиск. Я, например, просто могу узнать где-нибудь в МПЦ название какой-то услуги, не очень понимая, чего конкретный это такое и где она находится, но просто напишу и сайт мне подскажет. Это тоже хорошо и удобно. Особенно, если язык системы, да, немножко не совпадает с языком человеческим. В принципе, вот, обобщая, да, убедиться, что поиск необходим, установить его цель, выбрать какой-то способ отображения результатов и упростить пользователю жизнь. Как упростить пользователю жизни? Должно быть одно поле поиска на сайте. Если вам нужно два, сделайте это максимально понятно с точки зрения UI, да, то одинаковые поля с их поиском они там во всех листах на сайте, где чего искать, мы не очень понимаем, пока не попробуем, не попытаемся. Используйте фильтр по необходимости, если вы не в ней смотрите. Автозаполняйте поиск и подсказывайте. А также давайте человеку обратную связь, потому что вы чего-то ищете, если его долго, и не допускайте пустых состояний в системе. Вот один из примеров, как правильно подсказывать пользователю при поиске. Смысл в том, что вы ищете не просто совпадение по куплам, а логические совпадения в названии категории. Так, Яндекс.Авиа билеты подсказывает, что он ищет билеты, когда их долго. Он говорит, что вот мы тут цены смотрим, еще столько времени осталось, ну подожди немножко, ну или не немножко. Так с нами поступает один из ресурсов, когда нет той информации, которую мы ищем. Это непустое состояние на сайте поиска икона. Он говорит, если вы не нашли нужную иконку, запросите ее, мы ее нарисуем. Вот еще одно непустое состояние на сайте магазина. В общем-то банальная вещь, да, мы не нашли то, что вы искали, но может вы вот это захотите купить? Может вы и правда захотите? Кратенько по тому, о чем мы поговорили, да, что есть система организации, которая предоставляет пользователю возможность сериатироваться в информации, как называется, как-то понятно, в них легко ориентироваться и искать. Вот так, по большому счету, делается хорошая информационная архитектура. И сейчас расскажу небольшой свой личный кейс. О том, во-первых, как мы создавали информационную архитектуру и кто это делал. По большому счету, конечно, информационную архитектуру создает информационный архитектор. Но такая должность в России не очень-то распространена, и чаще всего этим занимается кто попалок. Или никто вообще не занимается. Но, в общем и целом, нужно понимать, что это может делать кто угодно, кто разбирается в этом, во-первых, а во-вторых, это может делать команда. Но не вся команда, что будет сказать про Кинштейна, а только опять же те люди, которые понимают в бизнесе, в пользователях и в комплекте. Вот так, в общем смысле, выглядел тот процесс, который мы использовали у себя в одном из проектов. Мы провели исследование, это то, о чем мы говорили в самом начале, изучили бизнес, посмотрели контент, обсудили с пользователями какие-то вопросы. Потом мы решили, что мы делаем. Начали рисовать макеты, делать какие-то другие артефакты, схемы, какие-то архитектурные, любимые диаграммы. И потом мы все это задокументировали, чтобы через полгода тот, кто придет на проект, понял, что происходит и как можно этот проект расширить. Потому что это важная задача большой системы, когда все больше и больше информации появляется, и нужно куда-то пикнуть. Вот так проект пришел ко мне. Он существовал давно. Это сайт Мекс Казмейки. Он большой, в нем куча разделов. Изначально он родился как сайт для коммерции, для каких-то других бизнесов, B2B. А потом появились услуги для людей, для лабораторных центров, какие-то школы медицины, лаборатории. И, в общем-то, сайт посыпался. Он перестал вмещать в себя то, что хочется вместить бизнесу. И начались пляски. Создали кучу разных сайтов, которые друг на друга постоянно инвлектили. Вот так выглядела примерно схема организации информации на этом ресурсе, когда мы начали над ней работать. То, что почему-то красным, это пересечение. Те разделы, которые дублировались, пересекались. Сложно было разобраться, что происходит, зачем вообще этот сайт, и что мы делаем. А клиент пришел с вопросом, сделай мне как бы красиво, да, хорошо. Хочу, чтобы было хорошо. Мы провели вот то как раз исследование, мы поговорили с бизнесом, мы выяснили бизнес-контекст, что происходит, зачем там вообще эти услуги, кому они нужны. Выяснили, какие есть названия, именования в системе, как могут называться разделы, кто у нас пользователь. И выяснилось, что у нас, в общем-то, есть категории пользователей, которых нужно развести по этому ресурсу. То есть, одним одно, другим другое. И прежде чем делать вот эту вот всю красоту и дизайн, мы разобрались с тем, что под капотом, какая архитектура у системы. Еще раз, да, к ним вернемся, посмотрим, что вот есть сайты, это, в общем-то, как раз и есть наш пользователь, да, цикл-абриторий. Просто главная страница почему-то корпоративный клиент. Определили, какие разделы мне должны быть на главной странице, какая вообще должна быть логика, какие названия будут понятны. Это было важно в нашей системе, потому что разные клиенты, у них разный язык. Например, в лаборатории говорят на одном языке, а мы с вами обычно люди совсем на другом. Вот так выглядела архитектура, вообще ничего не видно, извините, но это, в общем-то, не важно. Вот так выглядела архитектура, когда мы ее перестроили. В процессе перестройки участвовала я, как графический дизайнер системы, участвовали сами клиенты, они принесли какие-то именования, блоки, и мы потом вместе с ними сидели, переименовывали и переписывали. Также участвовали разработчики, которые говорили, что нет, мы этого не можем, и вот здесь вообще-то тут ложится на вас данных, еще что-нибудь. И мы вынесли на главное только то, что у нас есть разные группы пользователей. Мы приходим на сайт, мы говорим вам, ребята, вы вообще к кому относитесь? Вы клиенты или кто? В общем, они определяли, кто они, и шли в определенные разделы. И все разделы структурно одинаковые. И поэтому легко представить, что были в следующем разделе, но прилично в одном из них. Вот так выглядел сайт после перерисовывания всего этого. И вы увидите, что наверху появились разделы по группам аудиторий, мы предоставили им поиск, как раз ушли люди, которые могут искать что-то точечное, люди, которые, в принципе, смотрят, может, мне анализы ставят. Ну вот, вынесли то, что хотел бизнес на главную страницу, они хотели отзывы клиентов, потому что для них это важно. Так они приманивают к себе аудиторию. Ну и вынесли информацию, которая юридически была важна, вот этот подвал, баню, без них было нельзя. В общем, вот так выглядел ресурс, вы можете на него, в принципе, сходить, посмотреть. Здесь, конечно, выглядит не так красиво, как на макетах, но тоже работает. Приступая к дизайну этого сайта, мы могли просто его перекрасить на синие кнопки и на этом ограничиться. Но мы решили все переделать, перестроить архитектуру. И клиент, который был в этом не особо заинтересован, потом понял, как это важно, и они приняли активное участие в построении именно информационной архитектуры, именований. Они даже собирали потом группу пользователей, чтобы мы могли протестировать. Главное объяснить клиенту, зачем это нужно, и как это в будущем ему поможет. В общем, работа над этим сайтом привела к работе над информационной архитектурой в первую очередь. Ну и о чем мы поговорили с вами сегодня? Что такое информационная архитектура в целом? Что это значит? Что в ней важно? Контекст контента и пользователи. Из чего это состоит? Из классификации имен, навигации и поиска? И, в общем-то, как делать хорошую информационную архитектуру? Это исследовать, разговаривать, проектировать и, конечно, составлять документации, диаграммы, схемы. И не бросать рисовать в первую очередь. Кто-то фотографирует, я поройду. Важно помнить, что информационная архитектура – это мостик. Мостик удобства, по большому счету. И информационная архитектура поможет нашим пользователям, нашим клиентам жить хорошо. То есть то, о чем, в общем-то, наша сегодняшняя конференция. Как сделать хорошо. Ну, это так, ссылки, если кто-то захочет почитать подробнее про базу информационной архитектуры. Вот. Можете там сходить. Полезно. Все, спасибо за внимание. Если есть вопросы, то буду рад. Правда, не так без процесса по построению архитектуры. Я правильно понимаю, что ты используешь разные инструменты. Вот расскажи твои инструменты. Это сейчас для меня такой интересный вопрос. Если мы говорим о инструментах, мы говорим о методиках и о просто каких-то тулах, которые можно использовать. Тулы, смотрите, все зависит от того, какую методику мы используем. Если мы находимся на этапе выяснения, например, контента, то там методика, как я говорила, ливица и жилилинг, карточная ассортировка, просто индивидуализация контента, опять же, общение с клиентом и пользователем. Вы можете документировать это как угодно, составлять любые артефакты, которые вам нужны. Если вы строите уже непосредственно схемы, например, карту сайта и архитектуры, вы можете использовать, опять же, в первую очередь, конечно, книгу Маклэй, карандаш, строить схемы. Можете использовать всякие онлайн-сервисы типа КВЕМы или то, что есть тулы от Майкрософта, которые строят схемы. Это не в принципе. Какой тул вы используете, неважно. Вы можете использовать специальные нотации типа ЮМАН. Можете их не использовать. Главное, чтобы то, что вы делали, было понятно вам и тем, кто за вами придет. И будет потом работать с этой документацией. Поэтому тулы особого значения не имеют. Мой вопрос был насчет того, как именно в твоей команде это происходит. Мне интересно, как происходит процесс. Ты набросала что-то из своей головы, да? Нужно же передать это все человеку команды, соответственно, чтобы люди поняли тебя. Как ты шаришь на команду? Как команда это воспринимает? Через какие-то леды все происходит. Расскажи про описание. Конкретно в этом кейсе мы работали все в одном условном кабинете. Я просто была распечатать и принести. Мы укладывали в Google Drive документы. Если появлялись вопросы, то не нужно было представить информацию, которую я уже не помнила. Я просто говорила о них. Здесь нужно, во-первых, описать то, что вы хотите. Объяснить почему так, откуда эта идея пришла. И, в общем-то, это все. Здесь важно разговаривать. В любом случае важно разговаривать. Вы можете распечатать, можете выложить на какой-то облачный сервис. Важно только объяснить все, что вы хотите. И, как правило, и разработчики, и клиенты, все эти принимают ваше зрение и понимают, что вы все вообще-то в одном месте. Спасибо. Надеюсь, я на ваш вопрос ответила. Коллеги, еще временно один вопрос у нас есть. Есть еще один вопрос. Вопрос вот какой. В докладе было достаточно много примеров UX из жизни, из больниц и прочее. И я знаю, они во многих докладах и в книгах. А вот из практического опыта, какую роль они играют? Когда вы делаете интерфейсы или учитесь, вы это вспоминаете? Ну, там, идеи черпаете? Или какая-то еще роль? Те примеры, которые прямо из жизни, вот типа аэропорта или в больнице, да, они заставляют нас помнить о контексте. И если вы работаете над лиджи, то вы все равно, вспоминая эти примеры, помните о контексте. Например, что наш пользователь работает в очень экстремальных условиях, у него в стрессе 10 тысяч злоков в это время. Если он, например, находится в коллегу от того устройства, на котором работает, то есть это бандж и дисплей. Вот такие вещи помогают помнить примеры из жизни. Если вы в жизни наталкиваетесь на какую-то боль, типа аэропорта, потом, помните о ней, перенося ее ближе, то вы понимаете, что контекст важен, и вы за это уже делаете. Вы больше всего используете сюда. Коллеги, спасибо Илону. Спасибо.